Девушки отдыхают Это заслушан на правительстве, что же там информация будет. Поэтому, может быть, меньше на итогах, а больше, наверное, на наших первоочередных задачах и планах. Прежде всего, это весенние полевые работы. Вот поговорить о весенних полевых работах, о ситуации в животноводстве, что в бюджетных делах, о финансировании, о реализации наших программ, в том числе и тех, которые у нас проходят отбор в федеральном министерстве. Ну, я знаю, что есть вопросы, связанные тут с текущей ситуацией, это и вступление в силу нового технического регламента. Поэтому я бы в монологии эти вопросы или эти проблемы осветил бы, но потом ответил бы на ваши вопросы. Не возражаете? Времени сколько у нас? В пределах часа. В пределах часа. Хорошо. Значит, посевная. Самое, говорят, лучшее время для посевной – это весна. В прошлом году на эту дату мы уже вступили в весенние полевые работы, в раннее весеннее бронование или прибивку влаги. В этом году погода нам благоволит. И мы еще неделю, как минимум, в поле выезжать не будем. Не потому что не хотим, а потому что нет такой сегодня целесообразности. Запасы влаги осенние. Значит, снежный покров, который образовался зимой. Процесс снеготаяния и весенние осадки, они вот создали сегодня такую обстановку, что вот в отличие, к примеру, от наших соседей, того же Алтайского края, я вчера с коллегами общался, они уже полным ходом сегодня в поле работают, ведут бронование. Значит, с учетом того, что сроки начала массового сева, они у нас традиционны. Это 10-15 мая, то есть еще почти месяц до начала массового сева. И всегда проблема у наших сельхозтоваропроизводителей это сохранение весенней влаги. Значит, если бы мы сегодня вышли в поле, то еще месяц, значит, пришлось бы, может быть, не один раз. Еще раз, говорят, эту самую влагу прибивать. То есть сегодня мы экономим прежде всего затраты. Это и горюче-смазочные материалы, и техника, говорят, не так у нас эксплуатируется, значит, ну и заработные платы и так далее. То есть вот в плане весенних климатических условий они очень нормальные по этому году. И, как вы обратили внимание, большого водостока нынче не было. Это, с одной стороны, не очень хорошо, потому что водоемы, которые у нас еще в 2012 году из-за засухи во многом пересохли, они не очень у нас наполнились, но вся влага в основной своей массе либо впиталась в землю, либо сегодня так равномерно по площади наших сельхозугодий распространилась, так скажем. Где-то еще и водичка стоит, где-то, значит, она уже впиталась. Ну, вот такая вот ситуация. Площади посева, они у нас не очень не изменились. Вся посевная площадь без 7 тысяч 3 миллиона гектаров нам предстоит посеять, то есть 2 миллиона 993 тысячи гектаров. Это на уровне прошлого года. Зерновых и зернобобовых нам предстоит посеять 2 миллиона 128 тысяч гектаров. Здесь мы перерастаем, это на 23 тысячи гектаров больше, чем в предыдущем году. Пшеницы более полутора миллионов гектаров, то есть 1 миллион 600 тысяч гектаров. Масличных культур 110 тысяч гектаров. С учетом запуска в эксплуатацию нашего, теперь будем говорить, основного завода по переработке масличных культур. Это завод компании «Продокс Омск» в Таврическом районе, где сегодня идут пусконаладочные работы с запуском его в эксплуатацию конец мая, начало июня. Буквально в пятницу в минувшую мы провели там совещание с нашими сельхозтоваропроизводителями, с представителей компаний «Юг-Сибири», где уже точно определились по взаимоотношению. Речь идет о поставке сырья, прежде всего, туда. Это семена, прежде всего, масла, подсолнечника. Порядка 80 сельхозруководителей приняло участие в совещании. И сегодня налажены, можно сказать, двухсторонние отношения, когда компания готова проавансировать, просубсидировать приобретение и семян масличных культур, и средств защиты растений. На определенных условиях эти условия тоже обговорены. Ну и по нашим расчетам вот тех посевов рапса подсолнечника нам хватит для полной загрузки данного предприятия. У них есть в планах перерабатывать и сою. Мы ведем посев семян сои, но, к сожалению, пока недостаточно. Это не очень для нас культура такая, может быть и устойчивая, 6000 гектаров сои. Значит, вместе с учеными вот сегодня пытаемся, чтобы эта культура у нас тут тоже культивировалась в более широких объемах, поскольку это необходимый компонент не только для производства масличных культур, но и прежде всего для кормовых добавок, каковыми являются шроты, отходы от переработки масличных культур. Сегодня мы это завозим из Амурской области, но вот пытаемся расширить посевы и сои в том числе. Картофеля и овощей у нас будет возделываться на площади 56 тысяч гектаров, это даже немножко больше, чем в предыдущем году. И кормовые культуры на площади 708 тысяч гектаров. 490 тысяч гектаров будет находиться под парами, то есть поля, которые будут, так скажем, отдыхать. Все необходимое для проведения весеннего сева у нас имеется в наличии. Семена, вот предстоит посеять объем семян 362 тысячи тонн, они в наличии имеются у сельхознаших товаропроизводителей. Сегодня кондиционных семян, по данным нашего Россельхозцентра, который проводит анализ за семян, 85%, но работа с семенами продолжается, она будет продолжаться до самого факта высева их в почву. Минеральных удобрений, это вот наша проблема, за что нас критикуют, значит, потому что мы не с одной стороны, это наш минус, поскольку интенсификация растеневодства предполагает использование минеральных удобрений, у нас их, они будут применяться в количестве 8,2 тысяч тонн в действующем веществе, ну а с другой стороны, сегодня все больше мы говорим об экологически чистой, так называемой, органической продукции, вот минимум применения минеральных удобрений, в том числе позволяет нам эту продукцию как раз получать. Средств защиты растений нам предстоит приобрести 1400 тонн, для того, чтобы от сорняков провести мероприятие. Техника, готовность техники превышает сегодня 80-85%, а будет задействовано 12 800 тракторов в проведении весеннеполевых работ, 13 300 пассивных агрегатов, 6 700 почвообрабатывающих орудий. Готовность, я уже сказал, каковая, ну и работа тоже продолжается. Горюче-смазочные материалы, значит, приобретение сегодня идет, потребность в горюче-смазочных материалах на весенние полевые и заготовку кормов, мы считаем это на мае-юнь, начало заготовки кормов, нам нужно 61 тысяча тонн дизельного топлива и 3600 тонн бензина автомобильного. Значит, договора, соглашения все заключены, но вот, к сожалению, процесс роста цен на горюче-смазочные материалы, он имеет место, и даже за последнее вот время, к сожалению, рост цен произошел. При том, что сегодня отпускная цена у нас на дизельное топливо, она, с учетом той бонификации, которую нам компания «Газпромнефть» предоставляет 500 рублей на тонне, значит, 32 тысячи 200 рублей. Сегодня отпускная цена одной тонны дизельного топлива. При том, что рост произошел, но она все равно меньше, чем в наших соседних регионах. Вот я вам для примера приведу. Значит, в Бурятии тонна дизельного топлива стоит 36 тысяч, Кемеровская область 33 400, Забайкальский край 38, 800, Иркутская 36 875, Красноярск 35 252, Новосибирск 33 050. Вот наши цены, значит, с Алтаем, значит, вот так мы где-то примерно одинаковые. То есть финансирование весенних полевых работ, общая потребность в средствах на проведение весенней кампании, 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Это разные источники, это и собственные средства, сельхозтоваропроизводители, оборотные средства, это и кредиты банков, и кредитов банка предполагают, значит, наши товаропроизводители взять, где-то 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это и средства поддержки из бюджета государственного. Выплаты у нас идут по, в том числе и главный источник на весенние полевые работы, это так называемая несвязанная поддержка. Вот по состоянию на сегодняшнюю дату несвязанную поддержку мы уже предоставили, в виде выплат, естественно, 1141 сельхозтоваропроизводителю, при том, что в прошлом году к нам обратились за этой самой поддержкой 1335. То есть процесс сдачи документов, отработки их, он продолжается, средства у нас на счете, говорят, имеются. Мы федеральную составляющую, всего мы сегодня 600 миллионов рублей, более 600 миллионов рублей не связанной поддержки сельхозтоваропроизводителям выплатили это средство федерального бюджета 477 миллионов рублей и 116 миллионов рублей, но теперь уже с сегодняшним днем более 120 миллионов рублей это средство областного бюджета. И вот я был на коллегии неделю назад ровно, министр очень жестко критиковал многие субъекты за то, что несвоевременно оказывается это самая несвязанная поддержка. Сегодня на сайте там председатель комитета Государственной Думы критикует некоторые субъекты. Мы тут лидируем по выплате. Два только субъекта отдали федеральные деньги. Это мы и Республика Мария в полном объеме отдали федеральные средства. Потому что министр Федоров как сказал, тот, кто не отдаст эти средства своевременно, не может рассчитывать на дополнительное финансирование, которое будет в течение лета к осенней полевым работам. По России финансирование, освоение средств федерального бюджета 29%, по Сибирскому округу 36,6%. Значит, мы федеральную составляющую в части несвязанной поддержки отдали полностью. А все лимиты годовые, которые у нас по федеральному бюджету составляют 1,391,066% федеральных средств, которые у нас есть на сегодняшнюю дату, мы товаропроизводителям уже отдали. Ну вот, пожалуй, по весеннеполевым работам все. Прогнозы к погоде, которые есть, знаете, они совершенно разные, даже взаимоисключающие друг друга. Кто-то, значит, прогнозирует засушливое лето, кто-то, значит, лето среднее, так скажем. Ну, мы рассчитываем, естественно, на среднее лето. И урожай, который, как всегда, и не начиная с его, уже балансы у нас в России составлены, 95 миллионов тонн в этом году Россия соберет. Значит, у нас в нашем соглашении с Министерством сельского хозяйства, которое мы подписали, у нас объем зерновых, которые нам предстоит произвести, 3 миллиона 200 тысяч тонн. Будем надеяться, значит, что высокая технология, качество работ, благоприятная или средняя погода позволит нам это сделать. Животноводческие наши дела. Подвели мы итоги работы за первый квартал. По всем видам сельхозпродукции у нас либо сохранение, либо рост объемов. И очень отрадно, что вот тот вид нашего животноводства, это молочное животноводство, которое мы два, можно сказать, последние года, 2012-2013, в определенной степени, значит, ну, если не провалились, то допустили уменьшение. У нас было, помните, и произошло сокращение дольного стада и уменьшение объемов производства молока, то вот по итогам первого квартала мы произвели молока, значит, к первому кварталу прошлого года на 2,5% больше, но это если брать в абсолютных цифрах, то на 3200 тонн. И сегодня ежедневно продуктивность наших коров, которые находятся сегодня у крупных сельхозтоваропроизводителей, надуя молока на фуражную корову, 11,9 литра. Это на килограмм больше предыдущего года. И мы уже вот скоро будет месяц, как ежедневно производим более тысячи тонн молока. Вот за вчерашний день 1050 тонн молока, это на 53 тонны ежедневно больше, чем в предыдущем году. В частном секторе закуплено молока 6350 тонн, это на 1000 тонн, 1000 даже 40 тонн больше, чем в предыдущем году. Значит, ну и задача наша поголовья не только сохранить, но и нарастить. С этой целью у нас продолжается в этом году программа модернизации, реконструкции, строительства новых животноводческих комплексов молочной направленности. И мы вот именно в этих целях в этом году организовали две поездки наших руководителей, специалистов в Белоруссию. Ну и белорусы у нас, помните, были. И вот тема модернизации с оснащением, в том числе и белорусским доильным оборудованием, была одной из главных, и отрадно, что у нас тут динамика хорошая. По крайней мере, вот не менее 23 хозяйств у нас готовы участвовать. Мы до конца апреля должны определиться с желаниями, возможностями каждого из этих хозяйств. С тем, чтобы оказать, соответственно, и государственную поддержку за счет средств бюджета, которые в этом году пока будет меньше, чем в предыдущем году. Значит, средств пока меньше у нас заложено. Значит, есть хорошие планы у нас по расширению поголовья, как я сказал, вот группа компаний Мельница. Есть у нас уже не просто договоренность с инвесторами, а, скажем, они приняли решение о строительстве нового молочного комплекса в Москаленском районе на базе бывшей Москаленской птицефабрики, которая является собственностью компании Мельница, вот комплекса на 2000 коров. С началом строительства в этом году. Завод «Цветнополе» Азовского района. Вот на минувшей неделе я тоже встречался с собственниками этой компании. Является компания «Русское поле». Это краснодарская компания в свое время. Это хозяйство выкупило, но это было давно. Но, значит, они тоже проектируют и поддерживают, ну, не просто, так скажем, морально, а и финансово, строительство комплекса на 1200 коров в Азовском районе. Ну, а вот по всем остальным нашим субъектам, которые будут участвовать в этой работе, значит, вот когда мы проведем отбор, будет готовность, мы потом с вами подетальнее уже поделимся. А то, что мы идем верным направлением, это подтверждают. Вот даже вот результаты работы наших новых современных комплексов, первый из них у нас был введен, ну, где-то в октябре месяце, это фактически одновременно у нас в Богодуховке, ну, хотя раньше он у нас был введен в знамени Марьяновского района, он уже там, сейчас скажу, в 2008 году, то есть он в одиночестве у нас работал, мы все присматривались, значит, и теперь вот уже те 12 комплексов, плюс 13, они подтверждают, что, значит, вот гораздо больше эффективности и производительность, и продуктивность растет на тех же кормах, при тех же условиях, хотя условия содержания меняются с привязанного на беспривязанное, вот, к примеру, неделю назад я был в зал Азовское, где вот ввели дырельный зал, значит, 2 литра они добавили, говорят, на том же рационе, они, значит, фактически на, значит, говорят, на всех условиях, ну, и качественные характеристики молока, конечно же, они у нас, вот, в 2 раза качество молока в прошлом году в сравнении с предыдущим, у нас положительная такая вот динамика. Вот что касается вопросов, связанных с молочным животноводством, по всем остальным направлениям, ну, ситуация, она такая, так скажем, традиционная, значит, у нас растет поголовье овец, ну, занимается в основном частный сектор сегодня, мясное скотоводство, сегодня у нас более 15 тысяч голов крупного рогатого скота мясной направленности, и та программа, которая начата, она сегодня у нас вот развивается и в Шеревглубь, это, прежде всего, Северный, здесь у нас активно работают Муромцевский, Большоуковский районы. В настоящее время мы ведем отбор заявителей на грантовую поддержку по программам семейная животноводческая ферма и начинающий фермер, именно вот эта неделя у нас такая заключительная, когда мы принимаем заявки, после этого будем проводить отбор, в этом году 25 грантов у нас получат начинающие фермеры и 8 грантов семейные животноводческие фермы. Заявки продолжают поступать, последний день у нас, пятница этой недели. Тут тоже, значит, вот подтверждается, что те вот люди, товаропроизводители, представители малого, среднего бизнеса, которые эти гранты получили, они достаточно активно вот сегодня и работают не только на себя, но и являются работодателями, в том числе и в первую очередь в тех населенных пунктах, где в свое время производство исчезло, было ликвидировано. Я начал говорить уже о финансовой составляющей. Вы знаете о том, что бюджет этого года, он у нас немножко посложнее предыдущего, в том числе и те ассигнования, которые у нас вот в начальном, на начальном этапе были утверждены, значит, они у нас были меньше этого года. Значит, ну вот даже спустя вот, или прожив три месяца, я сегодня вот вам докладываю, что общий объем бюджетных ассигнований, мы себя уже догнали к этой утвержденной бюджетной ассигновании в сумме 2 миллиарда 495 миллионов, из них 1 миллиард 335 миллионов – это областной бюджет, и мы уже получили были, говорят, в виде распределения, миллиард 160 федерального бюджета. В этом году 2 миллиарда 497 миллионов, то есть, видите, копеи почти рубль-рубль на 2 миллиона разница, то есть, даже мы плюсуем. Областной бюджет – 1,187 миллиарда, но федеральный бюджет – 1,309 миллиарда. То есть, из федерального бюджета мы на 250 миллионов больше привлекли, чем в предыдущем году. И о финансировании в целом, которое было, вот в прошлом году на эту дату кассовый расход по Министерству сельского хозяйства составлял 446 миллионов. Мы отдали сельхозтоваропроизводителям в виде поддержки того или иного направления. В этом году 1 миллиард 49. Как я уже сказал, 600 миллионов – это несвязанная поддержка. И мы очень энергично закрываем долги по субсидированию процентной ставки, которая была образовалась, начиная с 2012 года еще. Это были средства федерального бюджета. И в основном мы свои долги почти закрыли. И на этот счет было принято специальное решение. Поэтому вот, так скажем, если говорить о финансировании. Что касается ситуации на рынке, на розничном, на рынке закупок сельхозпродукции, на рынке, как говорят, в розничной сети. Здесь ситуация такова. Цены на зерно имеют сегодня, на продовольственное зерно, тенденцию к росту. Как вы помните, осенью прошлого года, когда начиналась зерновая интервенция, объявленная цена государством была 6250 рублей за тонну зерна третьего класса. Сегодня, вот, закупают зерно трейдеры зерновые, значит, элеваторы, по цене 8000, от 8300 до 9000 рублей за тонну. И в этом году впервые введена практика, процедура так называемого обратного выкупа зерна. То есть, предоставлена возможность тем, кто осенью продал зерно в интервенционный федеральный фонд по цене, которую я назвал, 6250. Сегодня они имеют возможность и право, и наши товаропроизводители им воспользовались, выкупают сегодня зерно у элеваторов, где оно было закуплено, с тем, чтобы его продать дороже на рынке. И этим наши товаропроизводители пользуются. А вот всего было закуплено в России. Ну, ввели закупки только азиатская часть, можно сказать, Сибирь. Урал там совсем немножко, значит, 600 тысяч из них, 200 тысяч было нашего зерна. То есть, третью часть зерна наши товаропроизводители поставили в интервенционный фонд. Значит, что касается цен на продукты, основные питания, мониторинг такой, он по-прежнему в еженедельном режиме идет. Но по ценам на хлеб мы достаточно много и подробно с вами поговорили. Повторяться, наверное, нет смысла. Значит, вот эта статистика, которая есть сегодня по ценам на другие виды продовольствия. Значит, вот статистика по состоянию на 7 апреля. Вот такие данные нам выдает. К примеру, цены, розничные цены на молоко пастеризованное. Сегодня один литр молока пастеризованного у нас стоит 38 рублей. Жирности 2,5-3,2 процента. 38 рублей 5 копеек. Значит, динамика роста по молоку пастеризованному по состоянию к 11,03-му 1,4 процента. При том, что ну, одно из причин роста называется, в том числе, и рост закупочных цен. Это в самом деле есть. Сегодня закупочные цены на молочную продукцию они у нас выросли. Вот, к примеру, с январем на 1 рубль 40 копеек закупочная цена литра молока выросла. И обычно весной, когда наступал период большого молока наступал такой период когда наши предприятия молокоперерабатывающие начинали поговаривать и цену закупочную сбрасывали. В рознице она никогда не уменьшалась. Согласитесь. Значит, не было такого момента к сожалению. Но закупочные цены снижались, потому что много молока там значит, опасность того, что оно не сохранится. Ну и было, как говорят, право выбора. Значит, они могли там диктовать. В этом году эта тенденция не повторяется. И цены пока держатся на уровне. При том, что и закупочные, и розничные цены у нас сегодня в Сибири пониже, чем у наших соседей. Если нужно, я вам цифры приведу. Те ситуации, ну или по другим видам продукции, по мясу, вот, ситуация годичной давности, когда прежде всего были цены, обвалились на мясо свинины, это было связано в том числе и с началом работы в рамках ВТО и большим импортом мяса свинины. Сегодня ситуация, так скажем, стабилизировалась, и наши предприятия, свиноводческие комплексы, значит, ну, сегодня работают в нормальных условиях. Нет такой опасности, что нерентабельная работа, или, значит, обвал цен, значит, закупочных, прежде всего, на мясо свинины. Такой опасности сегодня нет. Есть у нас планы по наращиванию производства мяса птицы. Как вы знаете, вот, буквально в конце мая, в начале июня будет запущен возобновленный у нас комплекс бывшей Морозовской птицефабрики на мясо индейки. И продолжаются работы на птицефабрики, тоже по производству мяса индейки в Тавричанке. Тоже в этом году вот этот комплекс или птицефабрика у нас начнет работать. Ну, и тут я плавно перейдусь сейчас к вопросам, связанным с началом реализации требований таможенного регламента по пищевой продукции, значит, который вступает в силу, если ничего не изменится с 1 мая этого года. Это, он так называется, технический регламент таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции. Что он предполагает, этот регламент? Ну, во-первых, вводятся новые термины, вводится понятие мяса, мясосодержащий продукт, мясной продукт, который дифференцируется в зависимости от процентного содержания мясных ингредиентов в их составе, в составе этих мясных продуктов. А минимальные, я уже вам называл эту цифру, доля мяса в мясном продукте может составлять 5%. Ну, и всего 102 наименования различных понятий, там колбаса, колбасные изделия и так далее, и так далее. Так вот, согласно новым требованиям таможенного союза, необходимо соблюдение требований названного технического регламента к процессу убоя, производства продуктов убоя и мясной продукции. Данные требования включают особые, опять же, требования от автологии к помещениям, их внутренней организации, технологическому оборудованию и инвентарю, используемым в процессе производства продуктов убоя, условиям хранения, удаления отходов производства, ну и к другим. И вот в связи с чем, с введением в действие этого регламента становится невозможно осуществлять забой животных в домашних условиях в целях дальнейшей продажи продуктов убоя на рынке. Для личных целей такой убой возможен. Ну что такое личные цели? Я вот сегодня как раз проводил большое совещание по этому поводу. Вопрос такой задал один присутствующий. А если я вот дома вырастил там какую-то животину, ну и вот решил детям в город увезти, это надо делать по таможенному регламенту или нет? Это называется личное потребление. Продукты убоя подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе. И мясная продукция перед выпуском в обращение подлежит декларированию, которое подразумевает принятие заявителем декларации. Я потом скажу, что у нас тут фактически делается. То есть, и, как вы помните, технический регламент распространялся и на молочную продукцию, но ввод в действие этих требований на молочную продукцию, он теперь начнется с 1 июля 2015 года в части наличия медицинских составляющих, там, значит, говорят, как это правильно называется, сейчас я вспомню, значит, а с точки зрения соматических клеток вообще с 2017 года. Хорошо это или плохо, значит, ну, кто его знает. А вот что касается мясной продукции, то ситуация вот такова. Поэтому понятно, что, значит, обеспокоенность есть сегодня у всех, наверное, и населения, они исчезли, нет ли мяса с прилавков, не будет ли тут каких-то перебоев, не будет ли скачка цен. Понятно, что у владельцев тех личных подсобных хозяйств, кто выращивает животных для продажи, в том числе и на рынках, такие вопросы возникают. Значит, вот у нас ситуация такова. Сегодня в Омской области работает 7 мясокомбинатов и 39 пунктов по убою животных. Все мясокомбинаты и 12 убойных пунктов сегодня зарегистрированы в реестре таможенного союза. из 39 вот этих вот всех мясокомбинатов и пунктов 39 плюс 7 будет 46. 5 у нас предназначены для промышленного убоя. Это прежде всего у нас компании Титан, Бекон, Роском, Ударный и КФХ Люфт. Поэтому вот мы, ну есть такие требования, теперь ужесточены, что там, где идет убой животных промышленного производства с целью недопущения ветеринарного неблагополучия, опасность африканской чумы свиней, она не исчезла, то там убоя скота частного не будет на этих мясокомбинатах. Но сегодня вот мы провели очень большое такое совещание в случае, значит, у нас в большинстве районах этой проблемы нет. У нас нет сегодня убойных пунктов в 8 районах Омской области. Это Азовский, Большоуковский, Колоссовский, Любинский, Марьяновский, Омский, Устишимский и Шербакульский. В прошлом году введен убойный пункт в Крутинском районе и в Омском районе, ну это в первую очередь мясокомбинат Титан. В этом году вводится убойный пункт в ближайшее время в Оконечниковском районе. Но это не значит, что при отсутствии вот этого самого убойного пункта не будет возможности убить, забить скотину с целью ее последующей реализации. Вот как показывает анализ, изучение, мы сегодня вот как раз эту тему детально обсуждали, в том числе и с администрацией города Омска, с дирекцией, с руководителями муниципальных рынков и не только муниципальных рынков. С учетом того, что вот владельцы личных подсобных хозяйств, которые присутствуют сегодня на тех же губернанских ярмарках, они у нас сформировались. это определенное ограниченное количество людей, которые занимаются именно этим. Сами производят и сами торгуют, ну, либо подставляют это мясо на рынки с целью последующей реализации. Достигнуто нами, значит, найдено решение, договоренность о том, что все-таки убой скота готовы сегодня производить мясокомбинат тайфун, который располагается у нас здесь в Кировском районе города Омска. Прежде всего, его действие будет распространяться на территорию Омского и близлежащих районов, как Азовский, Марьяновский, Любинский, которые как раз не имеют убойных пунктов. Договорились, что главы администрации, ну, мы вообще-то и в настоящее время, независимо от этого, так скажем, нововведения, мы еженедельно собираем данные, Министерство сельского хозяйства, наш отдел розничных рынков, он собирает сегодня информацию из районов, кто будет участвовать в губернских ярмарках. Мы передаем эту информацию в администрацию города, в муниципальные рынки, для того, чтобы места были подготовлены для желающих, чтобы люди, приехав на рынки, не искали эти самые места. Так вот, сегодня мы собираем эту информацию заблаговременно, у кого какое поголовье есть для убоя, с тем, чтобы вот эти мясокомбинаты, либо соседние убойные пункты, как, ну, к примеру, в Шербакульском районе, значит, нет убойного пункта, он есть там по соседству в другом районе, в том же Таврическом, чтобы могли, как говорят, организовать выезд для сбора этих видов животных. Речь идет о свинопоголовье, по крупному рогатому скоту, значит, ну, его не так много у нас и забивается, это все-таки продукция больше сезонная, и массовый убой крупного рогатого скота, он обычно в осенне-зимний период, перед постановкой скота на зимнее слое содержания идет, а по свинопоголовью, ну, многие содержат ее для регулярной поставки на реализацию. Так вот, такое вот решение есть у нас. Но это не значит, что не надо заниматься проблемой строительства убойных пунктов. Сегодня, значит, у нас есть средства на, в бюджете заложены, на поддержку предпринимателей, которые будут заниматься это дело, все-таки, бизнеса, организовать такую работу. Вот мы, я сегодня специально пригласил индивидуального предпринимателя Краснова Сергея Анатольевича, который вот этим бизнесом занимается уже, ну, больше 10 лет. И он вот детально рассказал, с какими проблемами он столкнулся, и сегодня все достаточно цивилизованно отработано. Поэтому с целью недопущения перебоев в торговле мясом, учитывая майские праздники, значит, вхождение в шашлычные сезоны и так далее, и так далее, то, значит, наши индивидуальные предприниматели и мясокомбинаты, значит, будут готовы, значит, ну, подстраховать, так скажем, если вдруг, значит, участники там, у участников возникнут проблемы на начальном этапе с убоем скота. Но мы вот оставшееся время будем работать тут очень-очень плотно. Надеюсь, что у нас этого не произойдет. Ну, и вот буквально сегодняшняя информация. послезавтра состоится заседание Координационного совета по вопросам агропромышленного комплекса нашей ассоциации, межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение с участием полпреда, где эти вопросы тоже будут обсуждаться. И, насколько мне известно, подготовлены там обращения, это же проблема не только в Омской области, к сожалению, проблема, значит, всей России, хотя она нацелена на более, опять же, более безопасные, более цивилизованные отношения и переработку продукции. Главная цель вот этого документа. Так вот, там все-таки подготовлено обращение на предмет, так скажем, рассрочки вступления в силу вот этого таможенного регламента. Будет это решение, не будет принято, но это уж, как говорят, дело вышестоящих органов, это того же руководителей таможенного союза, мы должны быть готовы к любому варианту. И все меры для того, чтобы вот не допустить того, о чем я сказал, перебоев и с забоем скота в личных пособных хозяйствах и с наличием вот этой продукции на рынках, вот мы должны обеспечить. Возникает вопрос вот с теми рынками, которые вот мы в свое время очень много времени потратили для того, чтобы открыть рынки, которые у нас, ну вот, к примеру, Фадина. Вот кто там бывает, когда там вот много продукции домашнего приготовлений и соленая, как говорят, соленая продукция, и вяленая, и копченая, и домашняя, там очень широкий ассортимент, то вот сегодня, значит, вот с учетом того, что только промышленный убой может перерабатываться и поставляться на рынке, здесь вопрос возникает. И вот прямо однозначно ответить, вот сегодня буквально, что мы будем делать с этими торговыми точками, с этими рынками, я пока не готов сказать, мы-то вот сейчас изучаем эту ситуацию, мы договорились и с Россельхознадзором, с Роспотребнадзором, с ветеринарами нашими, с Главным управлением ветеринарией, что они тоже эту проблему еще дополнительно поизучают, потому что, ну, закрыть-то проще всего. Закрыли все, проблема решена, но она решена с одной стороны только. Так вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. В каждом районе восемь. Еще восемь и достаточно? Да, восемь и достаточно. Но с учетом того, что у нас-то мощности по переработке скота, они все равно будут расширяться. Вот, к примеру, вот Титан, в первую очередь, мясокомбинаты, только убойный пункт построил. У них в планах есть строительство вот такого широкоформатного, полноценного мясокомбината. Но это дело времени, конечно. А убойные пункты мы должны все-таки иметь в каждом районе. Как простой, что мы организовали? Значит, вот сегодня вот модульный убойный пункт, который, значит, мы, как говорят, навели справки, порядка двух миллионов. Это не очень большая цена. Значит, поэтому мы вот сегодня поставили, мы не сегодня задачу поставили. Как только был принят этот регламент таможенный, это было октябрь 2013 года, мы, естественно, сразу нацелили, прежде всего, органы местного самоуправления, потому что их компетенция под 131, это их полномочия, содействие в развитии сельского хозяйства и развитии рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Значит, поэтому мы неоднократно, как говорят, тут им сигналы подавали, собирали и так далее, и так далее. Ну, вот, видите, два района отреагировало. Было 10, стало 8. Поэтому задача поставлена найти этого предпринимателя, но кто-то уже и сказал, что есть таковые, готовые уже сегодня с тем, чтобы мы нацелили их, ну, мы их сориентируем, либо, ну, что есть сегодня убойные пункты, не эксплуатирующиеся, как в том же Омском районе, бывший, допустим, ВСПК Пушкинский, и сегодня готов руководитель предложить его предпринимателю, другое дело, надо посмотреть требованиям, насколько он отвечает и какие там затраты на его сегодня реконструкции нужны. Может быть, проще будет вот с этим модульным убойным пунктом иметь дело. То есть, это каждый конкретный предприниматель должен будет определиться. Естественно, мы с ними будем работать и с главами районов, с начальниками управлений, ну и меры поддержки, которые есть, мы, конечно же, будем оказывать. Пожалуйста, Лизун, коллеги, представляете, если с места, то очень интересно, пожалуйста. не джентльмен, да. Да, штрафные санкции есть и достаточно серьезные. Значит, штраф для физических лиц 2000 рублей, для должностных лиц от 10 до 20, для юридических лиц от 100 тысяч и более. То есть, штрафные санкции. Если забил и продал, естественно. А если забил и съел, то никаких санкций не будет. Вы тут, пожалуйста, не путайте. То есть, право держать сегодня любое животное дома и на внутреннее потребление его направить, оно есть, оно было и есть. Говорят, чего хочешь делай. Ну, естественно, лучше все-таки убедиться, что оно здоровое, это животное, прежде чем его убивать. Как у всех этих районов проверяться это на запитах дома или на пункте? То есть, есть ли рыжики на супернепроводном? Вот, Сергей, да? Да. Вот не переживайте. У нас сегодня контроль надзирающих органов достаточно для того, чтобы отследить вот эту вот ситуацию. Я уже вам назвал. Россельхознадзор с представителями в каждом районе. Ветеринарный наш надзор имеет представителей в каждом, не только в каждом районе, в каждом поселении, даже независимо от того, есть ли там общественное животноводство или нет этого общественного животноводства. Роспотребнадзор. Значит, я не думаю, что в стороне останутся и прокуратура, и все остальные органы. Поэтому вот в этом плане, значит, у нас обычно даже идет где-то перегибы, чем, значит, как говорят, чем недогибы вот в этом плане. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, предполагается субсидирование татик предпринимателей, которые будут заниматься строительством уборных цехов. Общая сумма уже не определена? Нет, я скажу, почему не определена. Мы направили нашу программу, она называется регионально значимая программа, значит, на отбор в Министерство сельского хозяйства. Мы ожидаем поддержки оттуда. Вот в прошлом году мы только на переработку мясной, молочной продукции в конце буквально года и овощеводства. Мы получили 130 миллионов рублей. В этом году отбор идет раньше гораздо. Мы вот, когда будем знать, какой объем будет у нас из федерального бюджета, вот тогда мы будем готовы сказать. А какая сумма необходима для федерального бюджета? Ну, мы полагаем, что мы бы процентов 30 затрат могли бы компенсировать предпринимателям, то есть тем субъектам, которые займутся вот этим делом. А в течение дня? Я сказал, что стоимость модуля примерно 2 миллиона рублей. Значит, оно может быть разной. Если это с использованием готового помещения, которое есть сегодня, это один вариант. Если это модуль, это другой вариант. То есть по каждому конкретному случаю или по каждому конкретной ситуации, значит, ну, свои конкретные варианты будет рассматриваться. Потому что там же тоже мы будем проводить отбор обязательно с представлением бизнес-плана, какого-то проекта или сметы. Ну, эта система, она у нас работает достаточно надежно и устойчиво. Яна Евгеньевна. не стал извлекать излишнюю выгоду, начиная с тех же мясокомбинатов и тех убойных пунктов. Но мы сегодня договорились, что даже транспорт, потому что загрузка тех же мясокомбинатов, она тоже у нас, значит, и имеет место сегодня. Они не работают у нас на полную мощность. И они заинтересованы как можно в большем привлечении сырья. И система заготовителей, она, к примеру, сохранилась. Ну, вот Кампур, он по крупному рогатому скоту работает вплоть до Знаменского района. Есть заготовитель, который, как говорят, сформировал там заявки желающих, машина отсюда пошла, скот этот собрала, значит, и привезла на мясокомбинат. Затраты по транспортировке мясокомбинат берет на себя. Мы доверили, что и в части свиного поголовья, вот, к примеру, главы там поселений концентрируют эту заявку, мясокомбинат готов свой транспорт направить. Но если будет достаточное, как говорят, количество голов, значит, для забрузки этого транспорта, или это будет большой скотовоз, значит, либо эта маленькая газелька прибежит, и то, и другое есть. Ну, и потом, не забывайте, у нас же есть и такой бизнес, как так называемые наши перекупщики, они же никуда не делись. И в каждом из районов, вот, если вы откроете любую районную газету, я вижу, здесь представители районных газет, больше всего каких объявлений там? Куплю мясо, куплю мясо, куплю КРС, куплю на убой, либо, 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 либо. Значит, и этот институт вот этих самых, так скажем, посредников между производителями и торговлей, он никуда не денется. И они эту нишу, они ее давно уже заполнили. Другое дело. И мы тоже эту ситуацию знаем, и вы ее тоже знаете, что этот бизнес не всегда легальный, к сожалению. Это бизнес, но он не, вот, как говорят, привез, улез, значит, как говорят, наличку отдал, значит, и все. И у нас же нет, нет, ну, раньше было чаще, сейчас, слава Богу, сейчас, слава Богу, пореже. Возникают и конфликтные ситуации. Забрал скотину, извините, значит, а рассчитаться не рассчитался. И потом и суды, и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, вот, ну, по крайней мере, я не распалагаю такой информацией, что где-то уж, значит, кто-то же на этом делал просто промысел, на этом, извините меня, кидалове. Сегодня, слава Богу, другое дело, что сегодня они тоже должны будут пересмотреть, вот какие параметры, потому что вводить продукцию на специально оборудованном транспорте надо будет. Не так, что, сегодня вывез мусор на этом прицепе, значит, завтра туда кинул мясо и повез его в город на рынок. Тут тоже это будет под контролем, тоже под жестким. И это кого-то заставить тоже, не просто задуматься, а меры будут предприниматься тут тоже. Более жесткие, чем они есть сегодня. Пожалуйста. Я сегодня задал вопрос нашим директорам рынков, вот какая это доля вот этого мяса, потому что у нас на всех рынках, во всех торговых сетях сегодня присутствует достаточное количество мяса промышленного. И глубокой заморозки, и, как говорят, и фасованной, и полуфабрикаты, и разделанной, и охлажденной, и говладиной, и свининой, и птицей, и кролики, все у нас есть сегодня. Так вот, вот этот вот крокер, ну, о каком количестве людей идет речь, вот, которые занимаются вот именно этим, что вырастил, забил, и привез, и сам продал. Значит, ну, я полагал, что это порядка 100, мне сказали, что эта цифра даже меньше. Ну, вот, к примеру, вот, кто-то из вас был, не был, не был, когда мы на центральном рынке проводили, у нас был день Омского района, это был март месяц. Вот там, вот мне там что понравилось, что вот Омский район договорился с рынком в специально отведенные места, где представители Омского района, товаропроизводители, приезжают, их там порядка десятка, которые торгуют своим именно мясом. Вот это вот десяток есть. Все остальное мясо, это вот из той серии, либо закупили, привезли, забили, сдали на рынок, либо сами мясокомбинаты, значит, как говорят, привозят через своих, через свою торговую сеть и продавцы, которые у них тоже там есть. К примеру, я вот Титанов вопрос задал, говорят, что у вас мясо вкусное, как его попробовать? У нас на всех рынках есть наши точки, значит, то есть торгуют этим мясом, все мясокомбинаты, кстати, значит, находят, ну, если говорить о Кампуре, то сегодня уже сеть мясных лавок, не Кампура, Русскома, извиняюсь, она уже сегодня там к 15 приближается, география, видите, расширяется сегодня, сегодня, значит, все чаще и чаще попадаются эти лавки, я не рекламирую, не имею права, значит, как говорят, этого делать, но тем не менее, это заполнение рынка идет, значит, это тоже, как говорят, поэтому, вот, Николай, это вот речь идет, значит, нет, нет, мы договорились, что все-таки, вот, мы сейчас как раз, вот для того, коль такая ситуация возникла, да, более предметно, конкретно посчитаем, чтобы никого не упустить, чтобы не получилось так, что человек хочет это сделать, не знает, как сделать, и забил, приехал, ему сказали, извини, отворот-поворот, и вот новый таможенный регламент, он, кстати, несколько, можно сказать, упрощает процедуру ветеринарного анализа, потому что, вот видите, вот сегодня, тройной анализ, ветврач, который на месте, значит, там в поселении, штамп поставил, потом приехал в район, штамп поставил, приехал на рынок, там лаборатория, обязательное прохождение, новый технический регламент говорит, что если есть анализ, проведенный на месте убоя, не обязательно его делать на рынке, но здесь уже у нас на усмотрение, не администрации рынка, у нас на всех рынках ветеринарные службы останутся, все подозрительное будет проверяться, дело такое, но тут так, подтвердилась подозрительность, плати деньги, если, как говорят, качественное, все остальное, такой анализ будет на рынке бесплатно проводиться. – Доброго, можно еще раз, потому что закончить, а вот там слово «доможеное» правило, то есть «доможеное» союзное, как я заставил, все, вывезти на это, будут получать, насколько мы развещены сами? – Вот сегодня присутствовал у нас, представитель и таможенной службы, и пограничной службы, они тоже этот вопрос-то задали, но потом сами же на него ответили. Эти правила едины на все таможенное пространство. – Слышно? – Да, естественно. То есть, если оно из Казахстана и будет ехать, то оно обязательно должно быть, но мы же теперь в одном пространстве живем, и мы должны вроде бы друг другу доверять, что ветеринарная служба казахская, казахстанская, работает так же хорошо, как омская, или российская. – Казахстан, скажется, – Казахстан. – Да. – Казахстан, скажется. – Я думаю, масса тут вот перетока не будет, значит, туда-сюда. Может, даже наоборот. Значит, у нас сегодня есть, как говорят, когда наши товаропроизводители везут в Казахстан, живой скот на убой. – Можете вопрос? – Да, пожалуйста. – Для дороги, и в итоге хотелось бы узнать, что с ценой повысит она в ходе этого, но в данном моменте, или нет? – Вот, знаете, вот не хотелось бы, чтобы она повысилась. – Да, да. – Вот не хотелось бы, значит, но вот предвосхитить чего-то, у нас же все равно обязательно где-нибудь, кто-нибудь чего-нибудь придумает такое, значит, говорят, воспользовавшись моментом. Значит, я не думаю, что это произойдет. Не думаю просто. – Держи, пожалуйста, дадите. – Привет, Александр, дадите, пожалуйста. – Вот еще раз скажите, пожалуйста. – Иди на полдома. – Пожалуйста, если говорить о переработке сырья, то роль проекта биокомплекса в развитии экономики региона и какие конкретные вещи они сейчас делаются на правительстве для рельефа, для рельефа, для рельефа. – Проект биокомплекса. Понятно. Да, в самом деле, сегодня находится в стадии, так скажем, разработки, согласования, рассмотрения в федеральных структурах. Вы же помните, что вот неделю, не 10 назад, две недели, наверное, назад, полторы, был заместитель министра промышленности по фамилии ЦИП. Значит, вот я буквально минувший вторник, среду, то тоже в Министерстве сельского хозяйства проект заслуживает и нашел поддержку, в том числе и на совещании у председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича. Значит, наша задача сегодня вместе с группой компаний «Титан» доработать этот проект, потому что он предполагает там много составляющих, он включает в себя много комплексов. Это и переработка зерна, там, строительство завода по производству спирта, и запуск в работу комбикормового завода, и строительство элеватора, и, как я уже сказал, вторая очередь мясокомбината, значит, и там продукции из растеневодства и кормового назначения, значит, и нефтехимического комплекса, и нефтяная продукта, как тот же ЭДБ. Значит, ну, я думаю, что начало реализации, практическое начало реализации этого проекта, значит, оно будет не в этом году, хотя он сегодня, можно сказать, реализуется, тот же комбикормовый завод, а если говорить о более глубокой переработке зерна, то это все-таки начало реализации проекта, в этом году надо отработать все, так скажем, проекты, получить заключение и найти источники финансирования, в том числе. Виталий, в городской экономике, Виталий Александрович, скажите, пожалуйста, начать сегодня доклада, вы говорите о том, чтобы лучше, чем в прошлом году, выше, просто на дочери, в прошлом году, а почему же сейчас цены все-таки увеличиваются на те же овощи, на ту же молочную продукцию? Вы живете в рынке или не в рынке? Ваше как имя? Семья. Семья. Вот мы же с вами живем уже давным-давно в рынке. Вот вы дома ощущаете на себе то, что растут цены? Конечно. Конечно ощущаете. Так вот, а из чего цена каждого продукта складывается, в том числе и мясо, я вот назвал вам, что закупочные цены, они же складываются начиная с затраты на корма, электроэнергия, газ, вода, значит, топливо, заработная плата, значит, говорят, и прочие расходы. Ну, коли они растут, а любой бизнес, он должен работать с выгодой для себя, рентабельно, прежде всего, работать. Если он работает нерентабельно, он рано или поздно этот бизнес рухнет, он обанкротится. Поэтому, а уровень рентабельности сельскохозяйственного производства по итогам прошлого года у нас составил чуть менее 10%, это с государственной поддержкой. А если убрать государственную поддержку, которая у нас оказалась весьма значительной, то эта вот рентабельность, она на уровне там плюс-минус, как говорят, ну, 2-3%. Для расширенного воспроизводства считается нормальная рентабельность 20-30%, чтобы нормально развиваться. Поэтому говорить о том, что сегодня искусственно задираются где-то цены, а потом там же присутствуют еще и какие надбавки? Торговые надбавки. Вот я вам назвал цифру роста цен закупочных, закупочных цен на молоко. А я вам скажу так, а вот средние цены потребительские, вот, если закупочные цены с января у нас повысились с 18 рублей 44 копеек до 19 рублей 85 копеек, то розничные цены изменились на литр молока с 35 рублей 24 копеек до 38 рублей 0,5 копеек. То есть, закупочные цены выросли, как я сказал, на рубль 40, а в рознице они выросли на 3 рубля. То есть, торговая надбавка, значит, здесь она же тоже присутствует, поэтому говорить, что это только переработка и только производство поднимают цены, это не будет правильно. Ну, а потом, инфляционная составляющая, она всегда присутствует, а в этом году вы видите, она, к сожалению, больше, чем была в предыдущем году. Об этом все говорят и все знают. То есть, нам пора просто к этому привыкнуть, что цены растут. А вы еще не привыкли. Да, больше всего не растут. Значит, другое дело, что цены должны расти, ну, так скажем, рост цен не должен опережать, опять же, по всем законам экономики, рост денежных доходов населения. Вот что главное, это что, вот что, вот что, вот что главное из закон экономики, значит, вот что главное, что денежные доходы населения должны расти более опережающими темпами, чем рост всех цен, тарифов и т.д. и т.п. Александр Александрович, у вас на вопрос по адресационным проектам, которые могут начаться реализоваться в этом году, вот частности, компания Эскурдальянс в прошлом году заявила о обновлении поставить на обновленный физический комплекс, что сейчас с этим проектом на какой-то стандартный? Значит, вот мы буквально неделю назад согласовали так называемую дорожную карту по реализации этого проекта, поэтому работы сегодня идут в том числе и маркетингового характера, и предпроектные работы идут, значит, и определились с земельным участком, там, с формированием, это Омский район, это территория поселка Ключи, значит, там площадка, это значит, поэтому вот очередное заседание рабочей группы, мы предполагали, что оно вот в конце апреля месяца у нас пройдет с инвесторами, где мы уже, как говорят, приступим, ну, теперь уже к реализации этой самой дорожной карты, но в дорожной карте предполагается, что начало, так скажем, строительства этот год, в этом году начнется строительство, да, этого центра. А кто вам сказал, что волокно никому не нужно? Не, ну, подождите, вот никому это не значит, что всем не нужно, да, сегодня то качество волокна, которое достигают наши леноперерабатывающие заводы, а у нас их семь сегодня, это качество для переработки на изделиями медицинского назначения, на заводе леном, на медицинскую вату, либо на нетканные перевязочные материалы, которые сегодня уже сертифицированы, это отдать должное надо компании леном, они очень энергично продолжают работать по расширению ассортимента изделий медицинского назначения, и они вот нам их демонстрируют, и есть официальные совершенно полученные уже сегодня сертификаты. Да, качество льна вот этого, которое сегодня у нас есть для ленома, оно не очень пригодно, значит, поэтому мы сегодня работаем по заводу Знаменский лен, где собственник, когда он был в компании этой же, они же, вы помните, начинали заниматься и выращиванием производства льна, и его переработкой, сегодня они решили остановиться только на переработке льна, они сегодня продают свой завод, который находится в Знаменке, в Знаменском районе, мы нашли были один вариант, но, к сожалению, не состоялся сегодня, я буквально завтра опять провожу встречу, есть предприниматели, которые готовы этот завод выкупить и возобновить посевы льна, это Знаменцы, значит, я сейчас не буду фамилию называть, когда уж окончательно вопрос решится, потому что восстановить надо посевы льна в Знаменском районе, в том, сегодня и льно Джутовой компанией, и сегодня есть запросы из Балакова, город Балакова, который делает другие материалы, в том числе обивочную ткань, значит, фабрика, наша фабрика нетканых материалов Омская фабрика, она работает на нашем льне, значит, то есть сказать, что сегодня наш льон не востребован, это будет неправильно сказать, более того, мы в этом году уже запустили линию по производству пилетов из кастрыльного локна на базе крестьянско-фермерского хозяйства Артемьев, он закупил эту линию в Прибалтике, мощность ее 1700 тонн пилетов в год он будет производить, таврический завод наш механический производит котлы пилетов из нового типа, которые на этих пилетах и такой котел у нас сегодня на этих пилетах в Муромцевском районе сегодня проходит, так сказать, режим испытаний. Но то, что это будет нормально работать, в этом мы нисколько не сомневаемся. Значит, семеноводство льна, сегодня центр семеноводства льна в России находится в Омской области. И сегодня накануне посевной мы имеем многие обращения и из европейской части, и тамичи нам звонят, и новосибирцы, да и продайте нам семян. Значит, наше семеноводческое хозяйство того же Артемьева, значит, он все семена реализовал, но так немножко, как это держит, на всякий случай, про запас. Поэтому говорить сегодня о невостребованности нет, а вот направленность более глубокой переработки льна есть, и у нас есть все-таки планы по углублению льнопереработки, вот с учетом той линии, которая есть у нас в Знаменске. Знаменский завод простоял почти два года, значит, там, когда начались неурядицы в отношениях между собственниками, значит, где-то там с местной властью, к сожалению, значит, они перестали сеять льон, ну и так далее, и так далее. Это, к сожалению, этот фактор субъективно имел место. Пожалуйста. Не сможете текстильные промышленности пить? Конечно. Ну, нет, для текстильной рановато. Все-таки наше направление это все-таки нетканные перевязочные материалы, вот это главное будет сегодня, пожалуй. Пожалуйста, пожалуйста. у некоторых магазинов картошка сейчас так же, как можно. Я просто когда вы говорили, что картошка власть, а так же, а то в мае радио сказало, что картошку не съесть. Сейчас как осталось? Значит, запасы картофеля сегодня у нас имеются. честно говоря, значит, это плохо, что я, значит, не, говорят, не от вас об этом узнал, может быть, значит, говорят, но я встречался буквально вчера с производителями картофеля нашего, он в наличии имеется и у наших фермеров. Тут вариант такой, что, знаете, как говорят, цены, варианты опять, ну, наверное, говорят, вот это. Решили придержать с целью того, чтобы дождаться того момента, когда она выйдет на максимум цены. Значит, а картофель есть у нас, поэтому вот срочно разберемся, да, пожалуйста. Активность, к сожалению, значит, я вчера буквально вынужден был телеграмму направить в районе. Вот на сегодня, вернее, не на сегодня, на вчерашний день поступило 17 заявок от начинающих ферм. Это не 17 заявок, а принято нами 17 пакетов документов. Часть возвращена на доработку. И принято 4 заявки на семейные животноводческие фермы. То есть, семейных животноводческих ферм пока половина, значит, ну, еще десяток нам надо, значит, как говорят, начинающих фермеров. Ну, работа очень активно идет, и сегодня в очереди у нас там стоят, значит, с пакетами документов, поэтому мы их принимаем. Значит, ну, вообще-то мы ждали большей активности, мы просто в этом году раньше гораздо начали отбор. В прошлом году это у нас был где-то июнь месяц, а в этом году вот пораньше мы этот отбор начали. За 2 года у нас получили грант так, 22 в 2012 году фермера и фермы и 32 54 грантополучателя за 2 года. Вот сказать сегодня мы вот проверили, я фамилии сейчас называть не буду, потому что мы тоже проверяем, как же эти гранты используются. Вот к большому, к сожалению, вот, к примеру, в Большоуковском районе обнаружили факт такой, когда часть средств использовали на освоение под целевого назначения этого гранта, а часть средств положили на сберкнижку и держат, значит, у себя, значит, говорят, ну, объясняют тем, что когда-то их, как говорят, направят на развитие, но у нас сроки есть тоже для реализации, значит, этого, освоения этого гранта, в основной своей массе, значит, 95% эффективно сработали, значит, и причем очень хорошие есть примеры, значит, да и в вашем Омском районе есть такие примеры, во всех, у нас некоторые районы не участвуют, кстати, я могу сказать, кто у нас совсем плохо участвует, вот, совсем у нас не участвовал Павлоградский район за два года, совсем не участвовал у нас Горьковский район за два года, ни одного гранта Сидельниковский район, Таврический район, Устишинский, Черлакский район, вот те районы, которые совсем у нас не участвовали, есть другие районы, Вот, к примеру, тот же Большевковский, 4 гранта получил. Омский район, 5 грантов за 2 года. Тарский район, 5 грантов. Ну, вот, пожалуй, более 5 грантов ни у кого. Есть 4, 3, 2, значит, а вот... А Марьяновский? Как? А Марьяновский? Марьяновский, сейчас скажу. Марьяновский мог бы и поактивнее на память говорю. Ну, он, извините, пропустил. Марьяновский, ноль. Хотя, 4 заявки из Марьяновки были за 2 года, но ни одна из них не прошла. Значит, чего-то там с качеством документов. Да. Да, Александр, с этим нечего подъема вопросов. А есть ли мы с вами о продлении срока подачи документов? Возможно ли это? Видите, значит, для того, чтобы продлить сроки, нам надо вносить изменения в порядок, который утвержден правительством Омской области. Значит, а это, значит, тоже своего рода процедура. Значит, как говорят. Поэтому время еще есть. Значит, есть несколько дней и ночей. Хорошо. Вот ждал этого вопроса. Вот папка. Да. Спасибо, Николай. Значит, ну, начну с того, что, значит, остановки завода Форнакс ни в коем случае, значит, не допустим. Да, там сегодня есть серьезные конфликты между со собственниками группы компаний САХО. И руководитель этой компании, Скурихин Павел Валерьевич, вот неделю назад был на приеме у губернатора, значит, по приглашению. Потому что, ну, тоже, значит, ей надо было разобраться, что же там происходит. Потому что эта компания САХО, это крупная, очень крупная компания, она образована еще в 2000 году. У них большие и площади, несколько сот тысяч гектаров они на территории России являлись, либо собственниками, или арендаторами. Десятки предприятий, элеваторы, хлебоперемукомольные и хлебопекарные предприятия. В том числе и в Новосибирской, и в Омской области, ну, вот в частности Форнакс, в Ульяновской, Тульской областях, Алтайском крае и так далее, и так далее. Значит, попадание в кризис 2008 года, я вот эту информацию могу вам даже дать, чем ее зачитывать, значит, поэтому... Резюме вот какое сегодня, значит, вот между этими со-собственниками, либо привлеченными лицами, фамилии там, значит, вот я назвал фамилию Скурихин, Малевский, да, вот прежде всего. Они его... в начале 2013 года, читаю, акционеры САХО привлекли инвестора, московского предпринимателя Леонида Маевского, который взялся в обмен над контроль над компанией, решить проблему задолженности и профинансировать производственный цикл предприятий в полном объеме. Вместо того, чтобы сосредоточиться на финансовом оздоровлении компании и так далее, и так далее, менеджеры ввели предприятие САХО в процедуру банкротства. Ввели, и да, и сегодня, значит, компания САХО передала, значит, дела, значит, сейчас я скажу, значит, в декабре 2013 года в ФСБ РФ по Нарусибирской области в Генеральную прокуратуру подано заявление в отношении одной группы лиц, в отношении других лиц, в отношении о мошенничестве, по фактам мошеннических действий, связанных с выводом имущества, активов, целью хищения денежных средств в САХО, ну и так далее, и так далее. Поэтому, значит, когда дело находится уже в правоохранительных органах и в следственных органах, значит, давать какие-то заключения, это не очень и корректно, и неправильно. Значит, мы ситуацию, естественно, будем отслеживать, значит, и как бы ни повернулись вот эти вот разборки, значит, там кто-то вопреки, как говорят, или в отместку, или как-то, как говорят, в противопоставлении вот эти, коль две группы, как говорят, лиц, значит, начнут выяснять отношения, значит, и начнут пытаться выводить там денежные потоки, как говорят, от выручки того же предприятия Форнакса, значит, то, значит, мы, естественно, ситуацию будем отслеживать, и остановки завода мы, ну, не допустим, найдем способы, каким образом это сделать. В том числе, и вот, я вопрос тоже задавал Скорихину, хорошо, сегодня вот финансовые потоки идут через группу Маевского, а если вдруг там, говорят, решение суда, и он повернет их куда-то, вы-то должны тогда гарантировать работу этого предприятия своими активами, в том числе и денежными ресурсами. Да, мы эти меры предпримем. Поэтому вот информация, которая есть, я могу ее передать, значит, тут даже вот заявление акционеров группы компаний, СОХО, в том числе и в средства массовой информации, ну, я не знаю, корректно это, некорректно, как говорят, я им советовал направить его, когда-нибудь, поэтому... И последний вопрос еще. В пользу конфиденции, если бы с нами туда, планируется ли в Мурочевском районе строительство инженер-завода по переработке картофеля, в связи с тем, что у нас, по инженерционным лицам. Да, в самом деле, ваш центр по производству и переработке топинамбура и картофеля выиграл конкурс, который проводило федеральное министерство. Сегодня заключен контракт между Министерством сельского хозяйства и вашим, ну, нашим инновационным центром. Это идет по линии союзного государства, Россия-Беларусь. Определены источники финансирования. Утвержден, он являлся неотъемлемой частью контракта, заключенного между исполнителем и Министерством сельского хозяйства, где все мероприятия расписаны. У нас в Министерстве сельского хозяйства создана рабочая группа под председательством Николая Петровича Дранковича, заместителя министра, которая сегодня достаточно регулярно собирается, потому что там будет достаточно большое количество со-исполнителей. И этот контракт, который заключен, он предполагает на первом этапе семеноводство и селекцию, и разработку, и внедрение новых единиц техники по возделыванию и переработке картофеля и топинамбура. Поэтому у нас в числе со-исполнителей и наш СИБНИСКОС, и ОМГАУ, и наш экспериментальный завод, и теплично-парниковый наш комбинат, который сегодня занимается именно селекцией картофеля, и у них многое в этом плане чего получается. Это первый этап. Говорить сегодня о промышленной переработке и картофеля, и топинамбура, она присутствует в этой программе, но программа рассчитана до 2020 года. Вот отработаем первый этап, а потом уже будем смотреть. Значит, там энергичность и желание ваших земляков, того же Филя Сергея Юрьевича, они иногда опережают реальные, так скажем, события, поэтому нам иногда приходится его, как говорят, направлять в нужное русло. Ну, лучше так, значит. Поэтому, по крайней мере, вот этим контрактом и тем, что вот они в конкурсе выиграли, теперь уже можно говорить о реальном этом проекте. Спасибо. Ну, все, коллеги, спасибо большое, Александр Александрович. Много сложных вопросов рассмотрели, частных, потому что... Продолжение следует...